Приветствую, дорогие друзья, и для тех, кто ещё не слышал в моём первом для этого года видео поздравления с наступившим, как сказал я, Бог даст для всех нас по обе стороны океана счастливым 2021-м. Повторю, от души желаю вам здоровья, благополучия, счастья, любви, несмотря ни на что, оптимизма. Приглашаю вас в свою скромную творческую студию Арктиви в Ютубе. Напомню, что в последний день уходящего года я познакомил вас с публикацией, которую я назвал «Позитив в канун 2021-го», потому что в этот день Вадиму Евтушенко, одному из легендарных «Динамовцев» состава 1986-го, исполнилось 63 года, дай Боже ему, до 120. И я намеренно поставил то же самое фото «Динамовца», которое я публиковал в день его 60-летнего юбилея, потому что в текстовке три года назад я написал «В эти две звезды, что украшают футболку легендарного клуба, есть и ваш вклад, дорогой Вадим». Видео, в котором вы видели и кадры того дня, и одного из участников, легендарного Сашу Заварова, игрока той замечательной команды, и услышать Валентина Щербачёва, моего друга и коллегу, и совершить ретро в тот замечательный день, когда Кубок Кубков снова завоевали киевляне. Радость! Снова радость болельщиков! Здорово, что у нас существует то, что зовётся нынче цифра, и мы сегодня можем снова увидеть и, главное, услышать гения Валерия Васильевича Лобановского, царство ему небесное, увидеть кадры того финального матча, которые завоевали Кубок Кубков. И, дорогие друзья, подписчики и неподписчики, Бог даст! 2 мая нынешнего, нового 2021-го, мы отметим, и не только виртуально, замечательное 35-летие этого триумфа динамовцев, завоевавших второй раз в своей истории Кубок Кубков. Согласитесь, нам есть, что вспомнить. Нам есть, чем гордиться. Есть, кого вспоминать. Есть, что посмотреть. Слава Богу, в существующей нынче цифре, как я уже говорил. И думаю, именно поэтому памяти легендарных я опубликовал сегодня в своем блоге на сайте «Динамо Киева» от Шурика «21 год без Виктора Колотова». И сразу скажу, что публикация написана на двух языках и не только в знак уважения к россиянам из поселка Юдино, татарской АССР, в бывшей стране Советов, где в 1949 году родился Виктор Михайлович Колотов, который в Киеве 3 января 2000 года ушел в мир иной. Царствие ему небесное. Среди моих друзей и подписчиков немало тех, кто украинским языком не владеет. Впрочем, приятно, что некоторые, судя по их письмам, в личку пытаются читать мои украиноязычные публикации и даже собираются приобрести, как принято говорить, увидевшую свет в канун нового 2021 года книгу «Два сезоны. Украинскую мовую». Моя первая книжка переведена на украинский язык и специально к ней написано предисловие. Ссылку я обязательно дам. «Подвиг Виктора Колотова». Это уже с новой книжки. И здесь я публикую фрагмент. Это, вы видите, текст, который я опубликовал, сканируя уже готовую верстку. И ещё приятно, что эта книжка уже с иллюстрациями в отличие от моей первой два сезона, изданной в 1976 году. И здесь фотографии именно тех легендарных двух сезонов 1974-1975 годов. И в своём блоге я опубликовал материал, который назвал «Державною мовою». Процитую. «Дуже хотелось чимось конкретным внести свою лепту в рік 45-ти реччя тріумфу «Динамо» 1975. И я щиро вдячный Роману Котляру, молодому украинскому письменнику. В минулому році ему выполнилось 43 роки. Дай ему, Боже, до 120. Давнему и вірному вболевальнику Киевского «Динамо» сам і він запропонував перевидити мою першу книжку державною мовою і сам охоче, на мій погляд, грамотно перевів її на українську мову. Наш, як нині модно говорити, проект підтримали в житомирському видавництві ОО «Євинок» і прислали з Житомира фотографії перших сигнальних примірників. Ось ви бачите одну, а ось і друга. Саме в таких випадках кажуть, ми це зробили. Да, дорогі друзі, фармчані, да, мої подпіщики, і на каналі в Ютубі ми з вами багатое можемо, навіть на удаленці, коли пандемія коронавируса посадила на карантин все человечество. Але вспомните, що було написано на кольце царя Соломона. Все пройдет. І це пройдет. І будьте всі здорові, благополучні, счастливі. По обі сторони океана, повторяю своє традиційне, оставайтесь оптимистами, не смотря ні на що. Іскренні ваш, Деві Аркадій Висфиладельфії, записую це видео. Сьогодні у нас ще 3 января. По традиції повторю то, що говорив і в прошлом году в своїх телевизіонних сюжетах, і в первому видео нынешнього Нового Года. Не прошу ні о якій лайках, о чому просять мої колеги, блогери на дуже багато каналів. Лайки – це на ваше усмотрення. Ну, вот буду признателен каждому із вас, хто буде оставлять свої коментарії. І тем, хто буде приглашати своїх друзів підписуватися на мій канал в Ютубі, підписуватися на мій блог на сайте «Динамо Київ» от Шурика. Ссылки я укажу. Бог даст, до нових встреч!